Сегодня в апелляционной палате продолжилось рассмотрение дела по жалобе блока Рината Усаты и других на решение Центральной избирательной комиссии, которым было отказано в увеличении избирательных участков за рубежом. Сегодня дело было отложено в связи с тем, что один из участников процесса заявил ходатайство о запросе к конституционности некоторых положений административного кодекса. Этот запрос передан в Конституционный суд и до момента, когда Конституционный суд выскажется по этому запросу, рассмотрение в апелляционной палате отложено. Что касается самого запроса. Поднятые в нем проблемы действительно относятся к существу дела. Они важны. Однако есть и но. Дело в том, что аналогичная проблема была поднята и по другому делу, по которому было обжаловано количество избирательных участков в Приднестровье. Там один из участников выборов высказал недовольство в связи с открытием дополнительных участков в Приднестровье. Конституционный суд должен будет высказаться по этому поводу. Но дело в том, что ликвидировать избирательные участки очень просто. На это достаточно 5 минут. В нашем же случае речь идет о создании избирательных участков за рубежом. И для этого нужно время. Это логистика, это финансирование, это люди. И поэтому избирательный кодекс не зря предоставляет на это 35 дней. Сейчас нам осталось 25 дней до выборов. Все эти процедуры займут еще какое-то время. И мы вполне можем оказаться в ситуации, когда у нас с одной стороны будет решение Конституционного суда, которое, безусловно, нам облегчит рассмотрение этого дела. С другой стороны, мы останемся на руках с судебным решением и с очень малым сроком для его исполнения. То есть, практически это решение окажется неисполнимым. В этом мы видим самый большой риск. Потому что, в том числе, если это решение не будет исполнено в полной мере, то уже по окончании выборов, когда Конституционный суд должен будет утвердить результаты выборов, неисполнение этого решения может служить одной из причин для неутверждения результата выбора. То есть, мы опять войдем в эту зону, серую зону неопределенности. В этом, собственно, заключается основной риск. Поэтому наша позиция была, что даже несмотря на очевидную противоречивость норм административного кодекса в соответствии с и электоральным кодексом, все же существующие прецеденты, в том числе прецеденты Европейского суда по правам человека, позволяли рассмотреть это дело быстро и в соответствии с законом, так, чтобы решение было в пользу наших избирателей за рубежом. Ну, суд принял другое решение. Нам не остается ничего другого, как подчиниться ему и ждать. Мы вас будем информировать о всех следующих шагах. Спасибо.